Расположенный на севере Европы скандинавский полуостров по праву славится своими природными красотами. Песчаные дюны сконы, норвежские фьорды, озерный край центральной Швеции и даже арктическая тундра за полярным кругом с давних пор стали местом обитания человека. Сегодня скандинавские страны известны своим высоким уровнем жизни. И миграционной политикой, в результате которой в Дании, Норвегии и Швеции поселились сотни тысяч выходцев из разных регионов мира. Разумеется, это далеко не первая волна миграции в истории Скандинавии. На протяжении последних 10 тысяч лет на полуостров приходили все новые и новые группы людей. Мезолитические охотники на северных оленей, неолитические земледельцы, люди культуры боевых топоров – все они оставили свой след в генофонде скандинавов. Оставили память в виде петроглифов на камнях, мегалитов и курганов. Однако историческая роль Скандинавии, своеобразной северной периферии Европы, этим отнюдь не ограничивается. Юг полуострова и северная Германия стали тем местом, где сформировалась группа племен, которых римские авторы назвали германцами. Отсюда многочисленные германские племена устремлялись на юг, распространяя свою культуру, язык и гены от Атлантики до Черного моря. Спустя столетия другие жители скандинавского полуострова, известные нам как викинги, отправились на своих кораблях на восток, юг и запад. Но кто же такие современные скандинавы? Потомки древних охотников или, быть может, викингов? Давайте разбираться. В силу своего географического положения, скандинавский полуостров был заселен позже большинства других регионов Европы. В период последнего ледникового максимума на протяжении тысяч лет вся территория Швеции, Норвегии и Дании была покрыта ледяным покровом, толщиной в несколько километров. Однако пришло время, и ледник начал расступать. 16 тысяч лет назад освободилась от льда территория Зеландии и Ютландии, а на протяжении нескольких последующих тысячелетий и земли самой Скандинавии. На просторы образовавшейся тундры степи пришли стада северных оленей, а вслед за ними и охотники на них. Археологи связывают появление порядка 12-14 тысяч лет назад кочевых сообществ охотников в Дании и Южной Швеции с ренцбургской культурой. На протяжении последующих столетий вооруженные луками маленькие группы охотников перемещаются по бескрайним просторам тундры степи. Однако, как эти люди были связаны между собой, откуда они пришли и как выглядели? На эти вопросы, равно как и на многие другие, ответы дает популяционная генетика. И здесь необходимо сказать о тех методах, которые использует современная популяционная генетика для изучения древних и современных популяций. Как известно, человек наследует ДНК обоих биологических родителей. Причем гены не наследуются целиком, поскольку происходит рекомбинация. Фрагменты генов из поколения в поколение перемешиваются и замещают друг друга, образуя новые комбинации. Исключение составляет два участка ДНК, которые мы получаем от матери и ОСА соответственно, митохондриальная ДНК и неподвергающаяся рекомбинации участок Y-хромосомы. В свою очередь, митохондриальная ДНК передается потомкам обоего пола от матери, в то время как Y-хромосома наследуется от ОСА к сыну. Мито-ДНК подвергается неизбежным точечным мутациям, которые в свою очередь наследуются. Это дает возможность увидеть небольшие отличия в генетическом коде разных людей и определить, когда они возникли. Аналогичным образом были изучены мутации Y-хромосомы. Дальнейшие исследования позволили выделить отдельные гоплогруппы по мито-ДНК и Y-ДНК и составить их древо. Гоплогруппа как группа схожих гоплотипов выделялась на основе наличия общих мутаций. Гоплогруппа может привести нас к общему для всех ее носителей предку, жившему тысячи и десятки тысяч лет назад. Предку, у которого впервые появилась эта мутация. Каждой гоплогруппе было присвоено буквенное обозначение L, M, R и т.д. Разные гоплогруппы с разной частотой распространены среди человеческих популяций. Например, мужская гоплогруппа R-одина широко представлена у восточных славян, но не только у них. Изучение частот распространения разных гоплогрупп позволяет ученым определять направление исторических миграций разных популяций. Да, генетики изучают именно популяции. То есть некие существующие длительное время группы, имеющие общий генофонд и относительно обособлены от других групп. Обособленность может быть обусловлена географией или репродуктивной изоляцией. Попросту говоря, большинство браков заключается внутри этой популяции. Стоит понимать, что один народ может состоять из нескольких популяций, а эти популяции могут отличаться друг от друга и даже быть генетически близки к популяциям, входящим в состав других народов. Не только однородительские маркеры годятся для исследования этнической истории. В последние годы, наряду с изучением полиморфизма, метод НК и Y-хромосомы, становятся все более востребованы данные по аутосомным маркерам. Речь идет о генетических маркерах, расположенных на аутосомах, не половых хромосомах. Ученых интересуют так называемые точки генетического разнообразия – однонуклеотидный полиморфизм или СНИП. Изучение десятков, а в последние годы и сотен тысяч подобных СНИПов дает определенную информацию о геноме конкретного человека. В том числе и человека, жившего в глубоком прошлом. И позволяет ученым выделять как современные популяции, представители которых оказываются близкие между собой, так и древние популяции людей, существовавшие тысячи и десятки тысяч лет назад. На сегодня генетики используют несколько методов. Первый – метод главных компонент, на основе которого создаются карты генетических расстояний. Например, на большинстве генетических карт, где мы видим популяции Евразии, первая главная компонента будет отражать различия между европеоидными группами Европы и монголоидными Восточной Азии. Второй метод – адмикция, когда генетики с помощью компьютерной программы моделируют геном человека, как результат смешения нескольких предковых популяций. Например, генофонд европейцев сформировался за счет трех основных компонентов – европейских охотников и собирателей, неолитических земледельцев и степного компонента, связанного с представителями ямнокультуры и родственных групп. Количество предковых компонент можно увеличить, что даст более детальную картину. Тогда европейские охотники и собиратели разделятся на восточных и западных. Они-то и встречаются на просторах Тундры-степи в Скандинавии. За последние годы генетики изучили достаточное количество древних геномов мезолитических охотников Скандинавии. И установили, что генофонд населения полуострова в этот период сложился за счет смешения представителей двух популяций. Речь идет об упомянутых западных и восточных охотниках и собирателях. Первые – выходцы из Южной Европы, носители эпиграверской археологической традиции. Их предки пережили оледенение в убежище на Балканах после отступления ледника, устремившись на север. В Скандинавию западные охотники и собиратели пришли по южному коридору через Датские острова. Здесь они встретились с восточноевропейскими охотниками. Эта популяция заселила обширные просторы Восточной Европы – от Карелии до Средней Волги. Ее появление произошло в результате смешения западных охотников и обитателей Сибири – так называемых древних северных евразийцев, с которыми связаны известные стоянки Мальта и Афонтова гора. С восточными охотниками и собирателями, в частности, связана культура Веретья на территории современных Архангельской и Вологодской областей. По мнению генетиков, восточные охотники пришли в Скандинавию по северному маршруту, двигаясь вдоль берега Норвежского моря. Эти две группы обитателей Скандинавии несколько отличались друг от друга. Анализ изотопов углерода и азота коллагена зубов показал, что обитавшие у берегов Норвежского моря люди питались преимущественно морепродуктами и мясом морских млекопитающих, вроде тюлени. В то же время у поселившихся на территории современных Дании Южно-Швеции пришельцев с юга была более разнообразная диета, включающая мясо северных оленей. Различались две группы охотников и внешне. У западных охотников часто встречались голубые глаза, при этом они имели кожу коричневого цвета. У восточных охотников была более светлая кожа, а также как карий, так и голубые глаза. Пришельцы с севера и юга смешались друг с другом на территории Скандинавии, в результате чего сформировалась популяция скандинавских охотников и собирателей, имевших довольно светлую пигментацию, обусловленную в том числе и адаптацией к климатическим условиям Север-Европы. Адаптацией, которая способствовала увеличению частот аллелей, связанных с более светлым цветом кожи, волос и глаз. Древние скандинавы имели типичные для мезолитических европейцев метод ДНК гоплогруппы Ю5 и Ю4, а также мушкугалпогруппу Ай2. Генетический вклад восточноевропейских охотников был заметен и на севере, на территории Норвегии, в западных, в Дании и Южной Швеции. Сохранившиеся до наших дней многочисленные петрогольфы в Швеции и Норвегии демонстрируют всю сложность материальной и духовной культуры жителей Скандинавии эпохи мезолита. Охота на оленей и религиозные ритуалы, строительство лодок и плавание на них. Перед нами открывается целый и загадочный мир каменного века. Мир, которому предстояло пережить появление новых пришельцев. Истоки новой миграционной волны мы обнаруживаем на Ближнем Востоке, где порядка 10-12 тысяч лет назад началась неолитическая революция, изменившая мир. А домашнившие косые овецы и научившиеся выращивать ячмени и пшеницу, неолитические земледельцы заселяют Европу, формируя ряд довольно похожих между собой археологических культур. По результатам генетических исследований останков европейцев эпохи неолита, видно, что земледельцы, прибывшие с Ближнего Востока, расселялись по Европе, ассимилируя местных охотников и собирателей. Порядка 6 тысяч лет назад земледельцы, в генофонде которых вклад европейских охотников и собирателей достигал 30%, заселяют Южную Скандинавию. Археологическим выражением этой экспансии становится культура воронковидных кубков. Темноволосые и светлокожие ранние европейские земледельцы разводили овец, коров, свиней и коз, выращивали ячмени и пшеницу. Погребения людей культуры воронковидных кубков часто сопровождались возведением курганов, коридорных гробниц, дольменов. Создание подобных мегалитических сооружений в Скандинавии является частью общеевропейской традиции, распространившейся в неолите. Примечательно, что поселения земледельцев, состоящие из рассчитанных на одну семью домов, располагались в основном на морском побережье, как и стоянки мезолитических охотников, предшествующей культурой Эртебелле. Генетики фиксируют постепенный рост у скандинавских земледельцев неолита охотничьей примеси, что обусловлено ассимиляцией части охотничьих сообществ и их переходом к производящему хозяйству. Живший примерно 6000 лет назад человек из Драксхольма, с территории Зеландии, оказался по происхождению местным охотником, однако имел характерную для земледельцев диету. На его примере наглядно виден процесс перехода автохтонного населения к производящему хозяйству. К слову, изменение рациона питания, вероятно, способствовало и дальнейшей депигментации жителей Скандинавии. Примечательно, однако, что многие охотничьи сообщества еще долго придерживались традиционного образа жизни, продолжая благополучно существовать до нового вторжения. В конце неолита, начале бронзового века, порядка 5000 лет назад, носители степного генетического компонента заселяют просторы Центральной и Северной Европы, смешиваясь с прежним населением, а в некоторых местах в значительной степени замещая его. Сама популяция, бывшая носителем этого компонента, образовалась 6-7 тысяч лет назад в Волгодонском Междуречье в результате смешения восточноевропейских и кавказских охотников и собирателей. Распространение этого степного генетического компонента сегодня связывается с домашнившими лошадь кочевниками южно-русских поволжских степей, представителями явной культурно-исторической общности и родственных ей культур. В частности, распространившаяся на значительной территории Европы культура шнуровой керамики, у представителя которой степной генетический компонент преобладал. С этими же людьми многие специалисты, генетики, археологи, лингвисты, связывают и появление в Европе индоевропейских языков. Именно представители явной шнуровой культуры по мужской линии были носителями гаплогрупп Р1А и Р1Б, наиболее распространенных сегодня у мужского населения в Восточной и Западной Европе, и в древности преобладавших у восточноевропейских охотников и собирателей. Вышедшие в 2024 году статье, посвященной распространению степного компонента и появлению германских языков, авторы выделили четыре близких генетических кластера, связанных с четырьмя группами носителей этого самого степного компонента. Речь идет о явной культуре, восточных шнуровиках, заселивших в Западную Европу представителях культуры колоколовидных кубков, а также северных шнуровиках, носителях культурной традиции боевых топоров, устремившихся на север, в Скандинавию. Исследования показывают, что в результате этого нового вторжения, произошедшего примерно 5000 лет назад, население полуострова в значительной степени сменилось. Неолитические земледельцы были, по всей видимости, частично истреблены, частично ассимилированы. Их генетический вклад в генофонд населения Скандинавии бронзового века измеряется 15%. Причем, если по мужской линии новые обитатели полуострова были носителями характерной для шнуровиков галпогруппы и родина, то часть женских галпогрупп связана с предшествующей культурой воронковидных кубков. То есть ассимиляция носила односторонний характер, заключаясь в истреблении местных мужчин и принятии в сообщество завоевателей женщин. При этом люди культуры боевых топоров использовали мегалитические сооружения своих предшественников в своих погребальных практиках. Удивительно то, что на фоне всех этих вторжений в Скандинавии продолжали существовать сообщества охотников и собирателей. Речь идет о людях культуры ямочной керамики, бывших прямыми потомками мезолитических охотников и продолжавших их культурные традиции. Эти охотники обитали в прибрежной зоне на юге Швеции и Норвегии, а также на острове Готланд, что, по всей видимости, позволяло им избегать серьезных конфликтов с людьми культуры боевых топоров, стремившихся заселять внутренние районы полуострова для дальнейшего занятия скотоводством. При этом, несомненно, культурные контакты между скотоводами и охотниками, а в погребениях культур ямочной керамики на Готланде найдены многочисленные артефакты, свойственные для культуры традиции боевых топоров. Собственно, боевые топоры, точельные камни и украшения из янтаря. Однако постепенно и эти охотничьи сообщества своеобразные реликты уходящей эпохи оказались ассимилированы. Вторжение людей культуры боевых топоров совпало по времени с серьезными колебаниями климата. Однако в нордическом бронзовом веке температуры выросли, и в целом климатические условия были довольно благоприятными. Разумеется, подобные условия способствовали росту численности населения и развитию земледелия скотоводства. Рост благосостояния, в свою очередь, приводит к формированию элит, маркером появления которых становятся сооружения ряда монументальных гробниц, содержащих золотые украшения, указывающие на торговые контакты с континентом. Ярчайшим памятником эпохи является Чивикская гробница на юге Швеции и Курганхога в окрестностях Упселы. Вместе с тем, нордический бронзовый век был не только временем динамичного хозяйственного развития. Авторы упомянутого исследования установили факт внешних и внутренних миграций населения в Скандинавии. В бронзовом веке тут взаимодействуют три популяции, в целом довольно похожие друг на друга и связанные своим происхождением со шнуровой культурой. При этом среди мужчин из этих трех групп были распространены разные мужские линии. Представители так называемого ранее скандинавского кластера, люди культуры боевых топоров, у которых зафиксирован субклад З-284 в мужской гоплогруппе Родина. Вторая группа названа авторами Южно-Скандинавской, связанная своим происхождением с миграциями с юга и юго-запада. Представители Южно-Скандинавского кластера были носителями субклада Ю-106 гоплогруппе Родин-Б. Наконец, третья популяция Восточно-Скандинавская. У ее представителей зафиксирована большая примесь охотников и собирателей, а сами авторы предполагают, что ее представители мигрировали в Скандинавию с восточного берега Балтики. Впрочем, миграция с территории современной Восточной Германии или Польши, как представляется, тоже вполне возможно. У восточных скандинавов зафиксирована гоплогруппа А1А. У современных скандинавов три названные гоплогруппы и сегодня составляют порядка 80-90% всех мужских линий. К слову, с гоплогруппой А1А1 ситуация интересная. Еще совсем недавно предполагалось, что она была распространена в Скандинавии с эпохи мезолита. Однако, у мезолитических скандинавов она практически не встречается, а распространена была южнее. В неолите практически все носители этой гоплогруппы вымерли, не оставив потомства. А все ныне живущие ее носители происходят от одного человека, жившего порядка 4600 лет назад. То есть перед нами выраженный эффект отца основателя и взрывного роста численности популяции. Представители этой восточно-скандинавской популяции в Бронзовом веке заселили Центральную и Восточную Швецию. В целом, можно сказать, что именно в результате этих миграций Бронзового века формируется генофонд населения Скандинавии, остающийся во многом неизменным на протяжении последующих тысячелетий. Однако, этому населению еще предстоит обрести уникальный культурный облик. Большинство лингвистов рассматривают территорию Северной Германии и Южной Скандинавии в качестве прародины германцев и места возникновения германского языка. Однако, датировки и обстоятельства этого процесса остаются предметом дискуссии. Да и в целом, точные обстоятельства распада индоевропейской языковой общности скрыты в тумане прошлого. Столь же дискуссионно и происхождение названия германцы. Предполагались заимствования из латыни, из кельтских языков, равно как и собственно германские темологии разной степени убедительности. Очевидно однако, что для самих германцев название германцы не было самоназванием. В качестве этнонима значительной части германских племен по всей видимости выступало зафиксированное в римских источниках название свебы. Наиболее правдоподобным является выведение этого этнонима из индоевропейского корня «суэбос» со значением «свой». Многими лингвистами предполагалось, что прагерманский язык сформировался в указанном регионе после прихода туда носители культуры боевых топоров. Это укладывается в представление о кельско-германо-италийском или просто германо-италийском языковом единстве, существовавшем до ухода италийцев на юг. Фиксируют лингвисты и возможные древние контакты носителей прагерманского с людьми, говорившими на прабалтийском языке. В этой связи вполне верными могут оказаться предположения о том, что первые носители прагерманского диалекта, представители упомянутого восточно-скандинавского кластера, мигрировали в Скандинавию из восточной части циркумбалтийского региона на несколько столетий позже, чем здесь оказались первые индоевропейцы, носители культуры боевых топоров. Еще один важный вопрос, связанный с формированием германского языка, касается наличия доиндоевропейского субстрата. Если посмотреть на языковую карту Европы, то нетрудно заметить, что практически вся ее территория сегодня является зоной распространения индоевропейских языков, исключая реликт в виде языка басков и несколько финно-угорских языков, появившихся на этой территории позже. Однако очевидно, что проживавшие тут до прихода индоевропейцев люди, мезолитические охотники и неолитические земледельцы, тоже говорили на каких-то языках. В 19-20 столетиях некоторые лингвисты предполагали наличие в германских языках позаимствованной у аборигенов лексики, доля которой могла, по их мнению, достигать 30% лексического фонда. Эта субстратная лексика оказывалась связана с обозначением частей тела, мореплаванием, социальной титулатурой и так дальше. В дальнейшем большинству предполагаемых заимствований нашлись адекватные индоевропейские этимологии. Несмотря на это, целый ряд слов, в частности связанных с обозначением растений и животных, вполне возможно действительно связаны с доиндоевропейскими языками. Возможно, языком представителей культуры воронковидных кубков. Так или иначе, окончательное оформление собственно германского языка и говорившей на нем ранней германской общности происходит уже в Железном веке. Начавшийся в середине первого тысячелетия до нашей эры нордический Железный век стал временем кристаллизации германской общности, археологическим ядром которой выступает исторовская культура. Это была эпоха климатического оптимума и быстрого роста населения. Эпоха, когда огромный массив германских племен, в том числе обитающих в Скандинавии, пришел в движение, кульминацией которого станет эпоха великого переселения народов. Эпоха окончательного формирования германского языка и начало его разделения на три ветви. Эпоха появления ярчайшего маркера германской культуры рунической письменности, первообразцы которой относятся к первому-второму векам нашей эры. Эпоха тесных контактов с кельтским миром и Римской империей. Об этих тесных связях германского мира с кельтами империй свидетельствуют многочисленные находки. Это уникальный котел из гнудеступа кельтской работы и найденный на территории Скандинавии клады с римскими импортами. Публик Орнелли Тацит пишет свою Германию, первое подробное описание варварских племен, не подчиняющихся власти императоров. Им был составлен и список германских народов, свионов, англиев, гатонов, ругиев, обитавших на берегу Балтики, Свевского моря. Сам Тацит характеризует обитателей Скандинавии и свионов, прежде всего, как прекрасных мореходов. Хотя сама Скандинавия в раннем Железном веке не испытывает значимых миграций извне, внутренние перемещения населения заметны. Генетики фиксируют распространение представителей восточно-скандинавского кластера на юг, в результате которого население Дании и Швеции в этот период оказывается преимущественно их потомками. С этой же внутренней экспансией, видимое, связано и распространение мужской гопогруппы Айдина, самой частотной сегодня у шведов, датчан и норвежцев. В первые века нашей эры на смену внутренним миграциям приходит внешняя экспансия. Скандинавия превращается, цитируя историка Иордана, в мастерскую племен или утробу эти племена порождающую. Готы, по всей видимости, изначально обитавшие в Геталанде, что в Южной Швеции, переправляются через Балтийское море и селятся на его южном берегу, формируя вильбарскую культуру. Оттуда они отправляются в Северное Причерноморье, в страну Ойюм, где рождается готская держава, сметенная гуннами. Устремляются на юг другие германские племена Англы, Саксы, Вандалы, Египиды. В результате, бывший источником целого ряда миграций скандинавский полуостров подвергся в период великого переселения народа в серьезной депопуляции. Однако уже в пятом столетии намечается серьезный хозяйственный подъем, прерванный новым катаклизмом, резким похолоданием 535-536 годов. Катаклизмом, вызванным извержениями вулканов и ставшим пиком климатического минимума раннего средневековья. Археология фиксирует существенное сокращение населения, прекращение жизни на многих поселениях. Формирующиеся после этих катаклизмов новые социальные структуры в конечном итоге приводят к началу эпохи викингов, о которой мы вскоре подробно поговорим в серии видео. Как же повлияло на генофонд населения Скандинавии эпохи викингов? Долгое время наши представления в этом вопросе были довольно ограничены, пока в 2020 и 2023 годах не вышли две статьи, содержащие сведения о десятках геномов скандинавов эпохи викингов. С одной стороны, подтвердился факт широкой экспансии скандинавов, прежде всего датчан и норвежцев, на территорию британских островов. Различить генетические компоненты англсаксов и датчан в силу их очень близкого происхождения довольно трудно. Однако за счет добавления шведской и норвежской компоненты авторы оценили вклад скандинавов эпохи викингов в генофонд англичан в 10%. В случае с ирландцами и шотландцами эта цифра достигает 20%. На территории Руси присутствие скандинавов зафиксировано в Гнездово, Старой Ладоге и Шестовицах на Черниговщине. В целом, влияние датчан заметнее всего в Англии, норвежцев в Ирландии и Шотландии, шведов на Востоке. Однако интересно и то, как эпоха викингов повлияла на генофонд самих скандинавов. Во-первых, на территории Скандинавии выделяются три генетических компонента датский, норвежский и шведский. Причем, если норвежский и шведский компоненты распространены в Норвегии и Центральной Швеции и не фиксируются в Дании, то датский компонент встречается на все территории Скандинавии, а в Южной Швеции отчасти связаны с катаклизмами шестого столетия, были направлены с юга на север. Испытала Скандинавия и приток населения извне. В Дании и Норвегии заметен прежде всего британский компонент, разумеется, связанный с походами викингов на острова. Причем, большинство оказавшихся в Скандинавии выходцев из Британии были женщинами, что вполне естественно. Значительная часть из них была рабынями, однако бывали исключения. Так, в элитарном погребении в корабле возле города Саала в Центральной Швеции были обнаружены останки женщины чисто британского происхождения. В самой Швеции заметен поток генов с восточного берега Балтики, связанный с прибалтийско-финскими и балтоязычными племенами. Заметнее всего он на острове Готланд, который выступал своеобразным хабом, находящимся на пересечении торговых путей, связывающих Центральную Швецию, Русь, Прибалтику и земли балтийских славян. Зафиксирована значимая восточно-балтийская примесь и в Центральной Швеции, где находилась Бирка, ключевой торгово-ремесленный центр региона. Схожая ситуация была и на острове Элленда, где 70% людей эпохи викингов, чьи геномы были изучены, имели не местное происхождение, происходя к тому же из разных популяций. Взаимодействие людей разного этнического происхождения актуально и для тех регионов, куда скандинавы приходили в качестве колонистов-первопоселенцев. В книге о занятии земли повествуется о норвежце по имени Наддот, отправившемся на фареры в поисках лучшей доли. Но шторм отнес его судно на север, к берегам большого, но оказавшимся пустынным острова. Когда путешественники отходили от берега, в горах начался сильный снегопад, и потому они назвали эту страну снежной страной или Исландией. Они очень хвалили эти земли. Следом на острове побывали Шведгардер и еще один норвежец, великий викинг Флоки. Первым колонистом на острове стал Ингольф Арнорсен, покинувший Норвегию из-за убийства, совершенного его побратимом Леевым. Ингольф прибыл в Исландию около 874 года, поселившись на юго-западе острова, неподалеку от места, где позже вырастет реки Авик. С этого момента на остров стали активно прибывать новые поселенцы. Исследования геномов средневековых исландцев показывают, что население острова сформировалось в результате смешения людей скандинавского и британского происхождения, в дальнейшем подвергнувшись дрейфу генов, обусловленному изначально малой численностью эффекту основателя. При этом среди исландцев дохристианского периода были как люди не смешанного скандинавского и британского происхождения, так и люди, родившиеся в смешанных браках. Доля скандинавского и британского компонентов составляет 55 и 45% соответственно. Примечательно, что у современных исландцев доля скандинавского компонента выросла до 70%, что отчасти обусловлено поздними контактами с Данией Норвегии, но в большей степени разница в репродуктивном успехе. Значительная часть британцев пребывала на остров в качестве рабов и не оставляла потомства, в то время как многие скандинавы были зажиточными поселенцами, пребывавшими на остров со стадами скота, рабами и прочим имуществом. Разумеется, у этих людей было больше шансов оставить потомство и обеспечить ему выживание. Именно потомки первых исламских колонистов в дальнейшем создадут то богатейшее письменное наследие, из которого мы во многом черпаем сведения об эпохе викингов. Эпоха викингов завершилась в 11-м столетии образованием на территории Скандинавии королевств. Любопытно, что частота аллелей, связанных с светом кожи, волос и глаз, у средневековых скандинавов была примерно такой же, как и сейчас. То есть, уже в эпоху викингов скандинавы выглядели примерно так же, как и их современные потомки. Однако важным изменением, произошедшим за последнюю тысячу лет, стало снижение доли британского и восточно-балтийского компонентов у современных скандинавов. Объяснений здесь два. Первое упомянут репродуктивный успех, ведь многие выходцы из Ирландии, Англии, Прибалтики или Руси, в особенности женщины, попадали в скандинавию в качестве рабов, зачастую не оставляя потомства. Второе. Генетические исследования охватывают прежде всего образцы из крупных могильников, расположенных возле торговых поселений. Разумеется, там было больше иноземцев, чем в сельской местности. То есть, перед нами определенный дефект выборки. Наконец, важную роль играет погребальный обряд, ведь изучаются останки людей, похороненных, а не подвергшихся кремации. Современные скандинавы же оказываются в большей степени потомками жителей сельской местности, нежели обитателей полетничных Бирки или Хейдебю. Несмотря на это, генетическое наследие эпохи викингов отчасти сохранилось, ведь у современных шведов зафиксировано до 10% британской компоненты, а у норвежцев от 12 до 25% в зависимости от региона. Однако необходимо сказать о длительных контактах северных германцев с еще одними соседями. Речь идет о Саамах, уралоязычном народе, обитающем сегодня на севере Феннаскандии. Однако ранее ареал их расселения был гораздо больше, включая более южные районы, откуда на протяжении 2-го тысячелетия н.э. они были вытеснены скандинавами, карелами и финнами суоми. В представлениях средневековых скандинавов Саамы имели репутацию опасных колдунов, обладавших большой силой, что не исключало контактов с ними, в том числе и брачных. Среди жителей Северной Норвегии эпохи викингов, чьи геномы были исследованы, один человек имел полностью Саамское происхождение, а другой частично. Уральская предковая компонента была обнаружена у четырех членов экипажа корабля Круна, затонувшего в 1676 году в ходе Иландского сражения с Дарско-Голландским флотом. Причем у двоих также была выявлена характерно для уралоязычных популяций гопогруппа Н1А. Погибшие могли быть солдатами Вестерботтенского полка и уроженцами Северной Швеции. В целом, связанная с самыми финными суоми, примесь сегодня и фиксируется в этом регионе Дарботтене и Вестерботтене. Несомненно, и наличие в скандинавских городах эпохи средневековья и нового времени немцев, но уловить их присутствие с помощью методов генетики существенно сложнее. Однако, несмотря на некоторый приток генов извне, которые мы наблюдаем в эпохе викингов и последующие столетия, можно констатировать, что коренные скандинавы, шведно-норвежцы-датчане, в своей основе являются потомками представителей северо-германских популяций, сформировавшихся на скандинавском полуострове в Бронзовом и Железном веках после начала индоевропейской экспансии. В результате, вплоть до начала 20-го столетия, норвические страны отличались своей выраженной этнической гомогенностью. Единственным, сколь-нибудь заметным меньшинством оставались проживавшие на севере и крайне малочисленные саамы. Однако, в конце 20-го столетия ситуация начала резко меняться, и сегодня в Швеции, Дании и Норвегии проживает огромное количество иммигрантов, причем в значительной степени неевропейского происхождения. Эти люди сильно отличаются от скандинавов своим культурным кодом, образуют компактные сообщества и составляют значительную часть населения крупных скандинавских городов Стокгольма, Мальмя, Ослое и Копенгагена. Как и многие другие европейцы, скандинавы добровольно ставят над собой сомнительный эксперимент, размывая собственную идентичность и уничтожая культурную, историческую и биологическую уникальность, сформированную тысячами лет истории. К чему это приведет, сказать трудно. Будущее покажет. С вами был Часовой, до скорых встреч.